теперь вот это вот наш герой сидит то есть для паспортного стола не нужна жена она говорит нам все смеют более с мелкими детьми приходят и сидят ждут королёк сидит корону надел ребята всем привет лечу я помочь другу есть так у нас фанштейн главный по попам я говорю в пермском крае профтовок хирург очень известный низкий ему поклон за его профессию действительно очень многих людей спас но впервые он считается как я понимаю лучшим вот ну я так считаю ребят и многие считают и классный классный человек на самом деле попросил мне подешевле машину стиральному на даче надо было сделать и нашли сделали он сейчас машинка приехала быстро 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 еду потому что там супруга я понимаю у него на даче и вот мне надо все это быстро принять и в одном месте там разгрузить не сам лично там ребят разгрузит просто команду дать вот спали мы сегодня с божьей помощью без температурки слава богу ребят я блин вообще короче бюрократия полнейшая ребенка получается в паспорт описать в паспортный и прописку ребенку значит кабинет где поставить печать просто печать а вписать ребенка работает только с двух часов два часа сейчас буду сидеть дать прописать невозможно только через получается мфц либо чистый паспортист а то есть навязывать получается услугу паспортиста к чему так я же вот приехал нет разве это не бюрократия конечно бюрократия полнейшая сижу жду до первой звезды нельзя ребята пришел справку получить и офигел привет ребят сейчас немножко расскажу о нашем бюрократизме в россии то есть нас правительство все говорит там вот мы пытаемся у тебя бюрократизм от всяких очередей третий десятый и что получается смотрите ребенок родился ну кстати это видео много будет интересно вот именно мама который только родили первый раз да родили и соответственно если мама одиночка то это вообще на самом деле такой бред вообще в россии вот я так вот замечаю все сделано против народа вот как вот так знаете чтобы как бы усложнить жизнь вот на местах сидят такие крыльки вот эти даже вот соцзащите вот сейчас пришел вот сидит на месте такая королёк такая женщина корона вот такая огромная деда я расскажу почему вот мариша родила у нас пришла домой соответственно у нас лялечка заболел мы еще вовремя не сделали получается страховой полис ну ладно все это вопросы решили встал вопрос быстро оформлять документы хотя даже марина когда в роддоме была я уже сделал кто нас смотрит я уже сделал получается свидетель свидетельство о рождении но соответственно чтобы получить там полис надо одно две десятые я сейчас расскажу как все у меня получилось значит так значит я прихожу чтобы вписать в паспорт детей ну как ребенка да получается прихожу в паспортный стол организация такая грязь и там мать и там ну получается граждане ближнего дальнего зарубежья наоборот должен как цивильно да ну чтобы показать что страна вот как бы начинается с обложки да вот вот вас встречает вас вот так вообще вот я посмотрю видео если этого сохранилось у меня просто я вроде удалил в психу такая грязь анти санитария там все хоть злые на кабинетах нам ну вообще просто жесть там нормальных табличек нету просто распечатана бумажка вот потому что там несколько районов собрали в одну кучу и в принципе как бы ну и так сойдет подхожу девушки сидят я буду девушки здравствуйте подскажите мне пожалуйста там кабинет захожу который ближайший открыт потому что нет справочного где бы можно было уточнить да девушки вот где мне можно поставить печать о том что вот паспорта мне и жене то что у нас родился ребенок то что это наш ребенок да и также прописать ребенка идите к паспортисту все я буду подождите ну как то же вопрос от можно урегулировать я говорю паспортист это понятно дайте как бы в медилином такую функцию как бы держать паспортиста да в доме и плачать ему зарплату который бегает принципе ничем не занимается то он там грубо говоря 90 процентов всего времени там приходит два раза в неделю 11 неделю да там бывают разных и получает зарплату сидит то есть это вот функцию навязали такой да я бы я же здесь сейчас пришел вот как вот он я как бы народу нет у вас да как бы в кабинете я же как бы могу вот 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 вроде зачем мне паспортист зачем мне ехать домой как бы из определенный день идти к этому паспортисту ждать и 30 я вот он я вот 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 ребенок вот вроде решите вопрос нет и все все максимум что можете сделать там в два часа как бы поставить печати о том что паспорте и все я гону хорошо два часа лет имена было ждать до двух часов но я думаю так чужие делать чужие делать что приметы не потерять сижу сижу и ходит другая женщина там коридора там других объектах понятно роду много там возле кабинетов стоит как бы именно там саджикистана с узбекистана как бы граждан там с украины а вот комет что ли он там народа как такого не было и куда-то фокус делся вот он я и женщина ходит чего здесь сидите в смысле что я сижу мне сказали в два часа как бы вот я сижу жду до двух часов находит раза три или четыре чего здесь сидите придите в два часа но я думаю чтобы глаза не мозолить думаю блин не буду здесь сидеть хотя если честно ребят была возможность чтобы там как-то все это расшевелить но я хотел по закону прийти как обычно гражданин я короче думаю раз поищу пока где могу страховой полис сделать посмотрел риса гарантии в этом здании думаю ну все сейчас пойду быстренько это полис риса гарантии сделаем ну как бы медицинские полисы делаю на ребенка пришел все вежливо культурно как бы все молодой человек там через две недели это вам придет смс очка или позвонят придете полис получите пока временный пользу мне дали временный я думаю так у меня еще куча времени чем заняться думаю ну блин кушать хочу на зайти как бы рядышком там кафешку помню с маленькой заезжали вроде неплохая зайду думаю покушаю ну и приду за полчаса ну и что вы думаете пока покушал прихожу через полчаса там очередь такая пипец ну ёшкин кот нафига я уходил и ведь там вот идет и опять женщина которая меня гоняла и улыбается уже идет на пакосе ладно отыгралась как бы вот и там может с утра и тут дрючнула она как бы вот так вот поступила она и знала что там очереди она сделала вот так ну думаю фиг с тобой ладно отстояла эту очередь ребятны просто не представляете чтобы просто поставить каждом паспорте печать хорошо теперь вопрос стал чтобы получить единовременную выплату на ребенка и ежемесячную там на ребенка так как ну мы грубо говоря должны ехать за это справка все защиту я взял паспорт маринкин как всегда как нормальный мужик потому что жена дома сидит с ребенком и приехал я в соцзащиту мотовелихинского района что вы думаете здравствуйте девушки такая ситуация вот мне бы справочку получить справочку ребят я не беру ни кредит ничего просто справочку для жены получить говорю вот такая ситуация можно фамилию называйте от вами называю паспорт еды он так а вы знаете давайте жена сама сюда придет как бы вот 3 у вас есть дети она еще сидит я щас попытаюсь зайти заснять эту мадаму и чем я буду у вас есть дети я говорю вы представляете как вот с маленьким ребенком новорожденным идти как бы ловить бактерии 3 10 у нас еще с меньшими ребят ребятами в очередях стоят то есть она знает что есть проблема такая чтобы люди болеют сейчас везде у нас идет карантин и такие различные у нас всякие эти идут пневмония урвы и 30 ей насрать вот понимаете и просто насрать она вот корольком себя чувствует вот надела себя корону вот эту вот знаете как бы сидит за стоечкой своей из короны вот такой я сейчас зайду засниму это как бы девушку и посмотрим можем ли решить этот вопрос с помощью камеры скорее всего нет она сейчас упрется на сейчас скажет запрещаю снимать запрещаю выкладывать а вот и посмотри на себя но это можешь пойти навстречу людям ну почему не пойти вот просто быть добрее но ведь вы сами эту бюрократию устраивайте вот сами просто можно избежать но человек принес паспорт показал свой паспорт ее паспорт объяснил причина ребенок дома маленький с женой сидит ну блин но приехали мы же по закону наоборот вам лучше мы государству вот показали все вот все 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 сделали то есть и чем мы быстрее это сделали это для государства хорошо в первую очередь что мы стоим везде на учетах все 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 хорошо все отлично мы не просто где-то ходим там что потом нам штрафы выписывали что мы не можем ребенка прописать все мы сделать хотим прям быстренько быстренько все вот вот писатель нет морда блин такая что прям вообще король королем блин на месте ну почему от не сделать ну почему этот бюрократизм то а потом понимаете когда вот видео выложишь про этот человек он начинает там тебе искать писать это почему да зачем так удалить его нарушаете 30 но неужели трудно быть человеком самого начала а вот теперь представьте вот ладно у меня есть возможность жене дома быть да а мне приехать и решить эти какие-то вопросы съездить справочки взять на 30 а вы не подумали что есть одинокие мамы есть мама у которых мужья где-то постоянно в командировках но почему по-человечески это ведь нельзя сделать да ну это просто быть человеком это ведь так просто но и всех странах ведь так делают но почему у нас-то все через жопу как бы вот через одно место как бы и нет вот этого человеческого простого понимания почему вам так хочется с утра нагадить кому-то потому что вам нагадили у вас там что-то не сложилось на работе но и так то ведь жить то ведь нельзя ведь запомните раз и навсегда мы все будем отвечать там за свои поступки ведь надо быть добрее к людям улыбаться вот если вы сидите торгуете 30 улыбайтесь вам люди клиенты будут эти зарплату потом вам поднимут потому что блин ну человек которого там предприятие растет он обязательно вам выпишет премию ну ну что-то делать стараться если в государственной конторе сидите вот я всю жизнь проработал тоже в госорганах но будьте вы добрее к людям вот у меня поразились я говорю по мне комиссию собирали не верили что 90 процентов людей оказывались от жалоб потому что думали что их заставляю когда по мне комиссию собрали с москвой комиссия приехал кстати у них даже у них мозг сломался как так ну и такого не может быть но все время жалобы повторно присылают она жалуются 30 а тут 90 процентов людей отказываться от своих жалоб и довольны уходят вызвали людей там кучу людей просто когда мне стояли на комиссии людей люди заходят им говорят вас заставляли нет может вас как-то заставили нет просто парень нормальным посидели кофе попили вам все за жизнь ему рассказал все-все парень объяснил все в принципе это достаточно но у нас госорганах не привыкли так работать понимаете у нас все еще до стереотип насолить ужесточить как бы пусть чтобы человек как бы помучился посмотреть со стороны на его действия как бы карабканье там как он устает но ведь это неправильно но ведь это ведь неправильно и вот представляете вот я уже неделю бьюсь всякими бумажками при том что у меня есть и нужен жена которая сидит с ребенком а я повторюсь многие ведь мужья работают многие даже пусть не командировки они просто работают и с работы так тяжело об этом уйти потому что но в частном бизнесе никто не любит отпускать человека понимаете и получается из-за вашего нашего вашего нашего государства мы блин страдаем потому что все чиновники нахлебники потому что мы их кормим за счет наших налогов я не должна тоже облизывать потому что они получают зарплату за счет наших налогов они нам говорят но у нас тут еще меньшими детьми сидят в очередях ничего страшного придет и посидит я вообще видел ну это же не нормально конечно сейчас затянул это опять ребят и многим это не понравится но я хотел поделиться для многих мамка или которые хотят стать мамами через что вы пройдете чтобы получить справочки на ребенка чтобы официально все сделать и вот часто он должен сидеть учиться хотя может приехать муж хоть в паспортном столе печать ведь не поставили ведь я показал паспорт жены дал ее паспорт забрали печать поставили все и здесь точно так же нет здесь сидит королёк и сейчас этого колька я вам покажу так что ну распространяйте ребят это видео может быть чем больше мы наберем просмотров комментариев все-таки обратят те вот девушки которые также подписаны скорее всего наш канал и работать в гос органах таких же они более лояльны станут они больше будут идти все-таки к людям навстречу потому что увидеться со стороны ведь это же действительно ну как бы маята не вы же не всегда в этих гос органах работали работать или там потом уволитесь и вам придется через такое же проходить потому что все в жизни возвращается то есть вот сделайте зло вам зло возродится сделайте добро добро вождите в войне это же известный факт поэтому сейчас мы ребята зайдем сейчас я покажу нашего героя сегодняшнего со стороны ну и поеду дальше но сегодня скорее всего мнению не удастся эту справочку получить давайте вот посмотрим слепить того нет государственное предприятие никого нету какой нет права конституция вы работаете на государство работать на государство конституция позволяет верю вот это вот наш герой сидит то есть для паспортного стола не нужна жена она говорит нам все смеет более с мелкими детьми приходят и сидят ждут королёк сидит корону надел срочно подойдется это руководитель это понимаю заместитель отлично такая ситуация пойдемте я так понимаю мы курководитель едем да хорошо отлично сейчас пойдем курководитель едем она ведь не может быть вот смотрите да спасибо можно поставить просто целый день так на машине вот смотрите мы держим два канала на ютюбе на сейчас хочу рассказать как проблемно получить справки государственных органах пришел в паспортный стол принес паспорт жены говорю дома жена с ребенком вы можете помочь поставить печати поставили прихожу к вам девушка говорит а у нас еще с мелкими детьми больше сидят в очередях и вы посидите и жена пускай ваша приходит почему справочка то нельзя выдать почему в паспортный стол выдает на основании того же паспорта жены а вы не выдаете простую справку я же не кредит прошу вас почему госорганы не идут на встречу молодым семьям чтобы получить единовременную выплату ну как по закону давайте я сейчас все предоставлю а я не обязана государственных служащий нет конституция российской федерации нам говорит пожалуйста можете меня снимать можете даже подписаться на мой канал мы тебе и там таких знаете много потом правда руководители и сверху наказывают да все верно даже на петрушенко то есть меня просто удивило то это от хамское отношение внизу девушки почему марина николаевна у нас были с детьми еще мельче гибли пистит с правой стороны который сидит вот когда захочешь правой стороны сидит что за хамское это отношение игры в паспортном столе спокойно решают марина николаевна ребят хочу огромно сказать все таки руководителю татьяна петровна да у нас не получился диалог с подчиненным на сказали что разберутся в принципе наверно таких проблем уже не будет потом хам хамса такого спасибо вам огромное низкий поклон извините за беспокойство все это получается да все супруга поняла принципе мы сейчас позвонили просто марине и пообщались руководитель напрямую пообщался марина спасибо вам огромное извините за беспокойство так что ребят есть у нас все-таки справедливость достаточно спасибо есть справедливость но единственное что бывают работники которые ну не хотят вот работать просто не нравится им почему-то и не себя так ведут вопрос принципе течение двух минут решился и принципе эта девушка она могла внизу сказать вот так же вежливо ответить не хамить не говорить что там с детьми более мелкими сидят вы представляете это же отношение просто человеческой к людям не знаю наверно кто-то меня сейчас обсудит осудит то что я так себя повел включил телефон там быстро быстро там сразу они руководителя привели как бы мы поднялись к зама вернее потом к руководителю поднялись но ребят вы не должны прощать такое хамство к себе я повторюсь еще раз у нас госорганы работают на нас то есть они существуют за счет налогов которые платят ваши мужья платите вы то есть им платит государство это в принципе обслуживающий персонал то есть объясню вот смотрите вот когда вы живете дома вы нанимаете получается о там ксж до нанимаете управляющего да получается так вот он обслуживающий персонал так вот здесь точно также то есть это обслуживающий персонал но мы же к ним идем вежливо и они должны быть вежливыми а когда получается так что ты приходишь говоришь да уж здравствуйте девушка ну вот меня такая ситуация подаешь паспорт на говорит сама пускай идет что это что это за отношения если паспортный стол дает справку на основании просто паспорта жены и это нормально они входят твое положение ты же не за кредитом пришел ты пришел сделать все по закону чтобы тебя был в пакет собранный как бы почему здесь не идут на встречу это непонятно ну конечно вот я руководитель этот будет смотреть наталья петровна прошу прощения да что вот так все получилось то есть ну я сейчас извинился но вы пообещали разобраться с сотрудниками разберитесь пожалуйста сделайте так чтобы все-таки были более к людям лояльные ваши сработники тогда все будет стране прекрасно когда вот так вот будут настроены не только скажем так управляющие а именно сотрудники да то вообще будет супер все у нас все будет прямо на гладкую все работать будет и все у всех людей будет с хорошей себе настроение так что ребят поехал я домой поцелую маришку конечно она сейчас может немножко поругает потому что я пришлось сразу общаться с руководителем нафигел просыпается по громкой связи руководитель социальной защиты но ситуация решена и я считаю что день прошел не зря я считаю что я что-то маленькое полезное внес в данную ситуацию да вообще по людям которые приходят и я думаю что вот эта женщина она 300 раз задумывается вот это которая послала меня нахрен да можно сказать ну она 300 раз задумывается чтобы вот обращаться вот вот именно таким вот таким поведением не знаю там таким как сказать вы меня поняли я просто немножко тоже взволнован меня как бы задел я как бы человек достаточно эмоциональный и когда вот эта ситуация прошла я думаю блин я должен что-то сделать я должен не просто сидеть на месте и вот я живу этим ребят я всегда стараюсь лучше сделать и пожалеть чем не сделать и жалеть потом всю жизнь понимаете ты сделал и считаю что я пускай маленькую капельку но я внес в работу соцзащиты материнского района поэтому ребят наталья петровна вам низкий поклон спасибо огромное за внимательность за помощь вам ребят спасибо за лайки и комментарии даже дизлайки просто вы пишите пожалуйста понимаете чтобы видео наше продвигалось надо писать комментарии вот вы пишите и вы нам помогаете в даже не представляете как соответственно наше видео как бы продвигается просмотр растут мы еще больше больше начинаем записывать видео качественно то есть стараемся уже вот как для вас то есть мы видим просто отдачу видим благодарность вашу а ваша благодарность это вот обычно поставить лайк либо же написать комментарий без разницы ну хотя бы какое-то это движение чтобы мы видели что да мы стараемся не зря все всем пока ребят и и и и и и и Продолжение следует...